Нажми колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы. Ребята, всем здорово! Сегодня у нас очередная посылка с сайта Алиэкспресс. Написано здесь Mobile Fonts. 20 долларов оценил китаенок и 422 грамма. Кстати, никогда такого не делал. Давайте взвесим, реально 422 или нереально. 423. Ну, нормально. Таким образом, можно проверить, телефон здесь есть или нет. Либо его таможня отжала. Да ладно, шучу, я все нормально, не вскрывалась посылочка. Давайте приступим к распаковке. Друзья, а если вы хотите экономить на покупках на сайте Алиэкспресс, то этот кэшбэк сервис для вас, Алибонус, получит до 10% от своих покупок. Все очень просто, тебе нужно установить расширение, которое совершенно бесплатно. После этого тебе нужно зарегистрироваться, либо зайти через любую социальную сеть. Потом просто нажимаешь кнопку активировать, и ты уже на верном пути. Переходишь на сайт Алиэкспресс и совершаешь покупку. Данное расширение позволяет определить надежность продавца. Также данный плагин показывает, сколько вам вернется кэшбэка. Еще данное расширение может похвастаться отслеживанием ваших посылок. Так что устанавливай и эконом вместе с Алибонус. Ссылка в описании. Посылка дошла очень быстро, 17 дней. Почта Финляндии. Кстати, классная доставка. Вот такой вот имеет трек в конце FI. Хорошо упакована. В принципе, коробка очень плотная. С телефоном вряд ли что-то случится. Есть вот такая вот небольшая пупырочка. Android мой улетел. Белая коробка с логотипом Blackview. Вот такая вот структурная. Кирпичи выпуклые. Прикольно выглядит. Значит, здесь находится у нас модель Е7. Очень много языков. Также есть русский. Написано, значит, следующее. Для получения более подробной информации о наших продуктах, пожалуйста, посетите наш веб-сайт. Ну и так далее. Значит, что здесь есть, друзья? 1 гигабайт RAM памяти у нас, 16 встроенная. 4-ядерный процессор, 5,5 дюймов. Android должен быть 6. Камера 2,8. Ну, нормально. Давайте приступим к распаковке. Значит, здесь сам телефон заказывал белого цвета. Вот такой вот, значит, у нас дизайн. Прикольный. Сканер отпечатка пальца присутствует. Задняя часть у нас очень приятная. Такая, знаете, матовая. Не soft-touch, но очень что-то приближенное. Но очень качественно. Прямо чувствуется, что именно материал достойный внимания и уважения. Вот все бы так делали, было бы замечательно. Сканер отпечатка пальца тоже так сделан. Очень интересно. Качественно. Логотип Blackview. Камера 8. Вспышка. Надписи. Есть транспортировочная пленка, которую мы уберем. Три сенсорные клавиши, которые не подсвечиваются. Фронтальная камера. Датчики. Динамик. С левой стороны у нас ничего нету. Сверху у нас Jack 3.5 для наушников. И с правой стороны качелька громкости. И клавиша включения-выключения. Снизу динамик. Микрофон. Микро-USB. Задняя крышка у нас должна сниматься. Но технической щели для открывания задней крышки, к сожалению, я не вижу. Это очень-очень плохо. Вот снизу я вот так вот поддел. И вроде бы открывается. Так. Задняя часть у нас выполнена вот таким вот образом. Значит, карта памяти и две сим-карты. Сим-карты у нас полноразмерные. Что очень-очень неплохо. И у нас, конечно же, батарея заклеена. Давайте отклеим наш скотч. Батарейка у нас... Батарейка у нас, значит, на 2700 мАч. Написано, что это оригинал. Отлично. И, кстати, друзья, смотрите. В данной крышке присутствуют клавиши. То есть, здесь клавиш нету. Они выполняют часть корпуса. То есть, задней крышки. Телефон прикольный. Цена адекватная. И адекватные, конечно же, характеристики. Давайте запустим. Три, два, один. Есть. И давайте, пока он запускается, посмотрим комплектацию. Комплектация телефона. Значит, есть у нас вот такой вот пенальчик, в котором находятся следующие вещи. Это вот такой вот силиконовый чехол. Самый простой. Силиконовый, прозрачный. Очень-очень мягкий. Распаковывать, я думаю, не стоит. Ну и, конечно же, у нас есть защитная пленка. Вот такая вот. Которую можно наклеить. Но транспортировочно уже присутствует. И, конечно же, вот такой вот мануальчик. Цветной. На русском. И английских языках. Очень-очень достойно. У нас находятся вот такие вот наушники белого цвета. Насчет качества я не знаю. Но я не думаю, что они заслуживают какого-то положительного отзыва. То есть, есть и есть. Это уже хорошо. Плохо бы, если бы их не было. Дальше, друзья. Вот такой вот microUSB. С логотипом Blackview. Прикольный, кстати. И, конечно же, вот такой вот зарядник. От компании Blackview. 5 вольт. 1 ампер. Не помню, чтобы какая-то компания в наше время ложила вот такие вот аксессуары. Итак, друзья. Телефон у нас включился. Разблокируем. Есть у нас приветствие. И нет у нас меню. То есть, все ярлыки сделаны на рабочих столах. Вот так вот. То есть, у нас присутствует Blackview UI какая-то. Оболочка. Или, возможно, это просто пак иконок заменены. Сейчас посмотрим. Давайте зайдем в настройки. Да. Здесь, как мы видим, настройки также переработаны. Давайте выставим русский язык. Мультиязычная прошивка. Русский присутствует. Украинский также. Кнопки, да, как я и сказал, не подсвечиваются. Но, в принципе, они нормально так сделаны. Их видно очень достойно даже, я бы сказал. Знаете, есть просто-напросто нанесение вот такое вот, да, лазерное. Но, на самом деле, их даже не видно. А здесь, ну, не знаю. Видно очень даже хорошо. Так, ну, давайте проверим сразу экран. Что здесь у нас есть яркость. Яркость у нас на всю. Давайте поставим вот так вот. Я думаю, будет нормально. Посмотрим наши обои. Значит, да, у нас есть обои, темы. Можно ставить на блокировку, на рабочий стол. Ну, я, наверное, поставлю вот такую вот неплохую картиночку. Картиночку, в принципе, смотрится достойно. Так, друзья, дальше. Значит, по настройкам хранилища и USB накопители. Значит, как я сказал, в данном телефоне 16 у нас гигабайт флеш-накопитель. Доступно 1146. Плюс карты Panetti поддерживают. До 128 гигабайт, что очень неплохо. Так, батарейка у нас, значит, 2700. Проверим в полном обзоре, все вам расскажу. Что-то как, плохо, что нету, как показывать в процентах. Очень-очень плохо. Есть, конечно же, смарт-функции. Разблокировка двойным табом. Ну, как всегда, управление жестами. И так далее. Давайте послушаем звук. Это динамик. Это микрофон. Друзья, ну, звук такой прикольный, насыщенный. В принципе, басы даже немножко есть. Неплохо. Неплохо. Все детально, опять же, в полном обзоре. Давайте еще, друзья, посмотрим у нас камеру. Есть, у нас присутствует автофокус. И давайте посмотрим по настройкам. 13 мегапикселей. Значит, у нас есть интерполяция реальных 8, интерполяция 13. Так, хорошо. И качество видео у нас Full HD. Должно снимать хорошо. Так, ну вот у нас автофокус. В принципе, давайте вот так вот я и сфоткаю. Есть у нас такое. И вот еще у меня есть какая-то посылка. Давайте. Вот так вот тоже автофокусом. Раз. Ну, а теперь фокус по табу. Есть. Отлично. Ну, и, конечно же, видео. Проверка видеокамеры Blackview E7. Вот такая вот у нас шикарная комплектация. Ля-ля-ля. А само фокусируется? Нет, не вижу я, чтобы оно фокусировалось. Видео само автоматом не фокусируется. Только по табу. Друзья, оценивайте сами, как телефон снимает. В общем, если вам понравился данный телефон, можете смело покупать. Ну, а так рекомендую дождаться полного обзора. Все будет очень-очень детально, подробно, честное мнение. Ссылочка на данный телефон, конечно же, будет в описании. Телефоном, в принципе, я доволен. Сделан из качественных материалов. Сборка также порадовала. В принципе, ничего не хрустит, не трещит. Телефон достойный за свою цену. Это был Blackview E7. С вами был Лучший Китай ВК. Ставьте палец вверх. Подпишитесь на группу ВКонтакте. Также подпишись на канал, если ты не подписан. Всем удачи. Пока. Тебе понравилось это видео? Поставь лайк данному ролику. Помоги каналу, сделав репост. Тебе есть что сказать? Пиши, пожалуйста, комментарий. Ну, еще можешь, конечно, заглянуть в мои плейлисты. Там много интересного.